Здравствуйте! В этом видео будем прошивать модем ZTE MF79U модифицированной прошивкой с русским языком а также на этом модеме мы зафиксируем TTL и IMEI для того, чтобы пользоваться смартфонными тарифами операторов Итак, для начала прошивки нам нужно установить драйвера ZTE Устанавливаем их на наш компьютер После того, как установились драйвера нам нужно установить программу для установки прошивки Она на английском языке Установка очень простая Постоянно нажимаем Next, Next и Next Здесь в поле User Name и Company Name вводим какие-то значения и нажимаем Install и ожидаем, когда установится программа для того, чтобы установить прошивку на данный модем Хочу сказать, что пришлось потратить некоторое время на то, чтобы разобраться с этой программой и прошивкой но, тем не менее, результат довольно-таки удачный После того, как мы установили программу, у нас на рабочем столе появляется ярлык и мы этот ярлык на рабочем столе открываем Итак, после того, как мы открыли программу, такой ее внешний вид Нам нужно установить плагин Для этого нажимаем Option Import Plugin Import И в папке с прошивкой Открываем плагин И нажимаем OK Нам отображает сообщение Plugin Change And you must restart the software Мы нажимаем OK Видим, что нам перезапустилась программа После этого подключаем модем в USB порт И ожидаем И после того, как модем подключился, мы видим такую вот надпись Device is ready, connect После этого, для того, чтобы нам изменить имейк Для начала выбираем папку прошивка 1 И нажимаем OK И нажимаем кнопку запустить И ожидаем, пока установится прошивка Сейчас наша задача подождать, когда начнется сам процесс прошивки После того, как процесс прошивки дойдет до 99% То есть прогресс прошивки будет 99% Наша задача Открыть Мы открываем с диспетчер задач Выбираем ZTE Terminal Soft Art Update И смотрим У нас достигла 99% загрузка прошивки И внимательно наблюдаем модем Как только на модеме начали мигать лампочки Мы снимаем задачу с диспетчера задач После этого у нас модем Лампочки на модеме мигают Они просто мигают После того, как мы закрыли программу Нам нужно открыть терминал И в терминале нужно выбрать Компорт Подождать, пока модем загрузится И здесь мы выбираем AT-порт Нажимаем открыть И как видим Ресурс занят Это происходит потому, что модем постоянно перезагружается Не знаю, с чем это связано Но, тем не менее, так вот и есть Мы берем генератор имей Генерируем имей Копируем его в поле Здесь копируем Команду с имей Эта команда нам нужна для того, чтобы прописать имей на наш модем После этого, как мы скопировали команду Мы открываем терминал После того, как мы нажали кнопку отправить Мы видим, что У нас был запрос на команду С такими вот цифрами И мы видим ответ ОК Все, данное действие завершено И теперь, для того, чтобы Наш модем работал в нормальном режиме Нам надо прошить на него прошивку 2 Это будет и русификация модема И перевод его в нормальный режим Мы видим, что device is ready И выбираем папку с прошивкой 2 И нажимаем Кнопку запустить И ожидаем теперь, когда установится прошивка И будет 100% загрузка То есть, она может длиться некоторое время Это может занять минут 10 Но обязательно нужно дождаться Окончания процесса загрузки Чтобы все файлы полностью загрузились И прошел процесс до конца То есть, чтобы до конца установилась прошивка На наш модем Итак, данная запись Висела, наверное, минут 15 Но после этого выбила 100% И программа перешла в такой вот режим И сбоку появился дисковод модема И выскочил запрос на установку драйверов После того, как закончилась прошивка модема Нам нужно перезапустить модем И здесь нам предлагают установить драйвера для модема Соглашаемся И ожидаем, когда запустится веб-интерфейс модема Итак, запустился веб-интерфейс Мы видим, что модем загрузился То есть, видим, что он на русском языке Здесь я уже изменил пароль И так мы видим, что Обратите внимание на какой имя у нас здесь на модеме Также мы видим, что прошивка прошла успешно Итак, после того, как мы сделали все действия с прошивкой Прошили модем, русифицировали его Нам осталось только зафиксировать TTL Зафиксировать TTL мы можем с помощью скрипта И здесь в папке с прошивкой будет соответствующий файлик Мы запускаем скрипт SCSI И он выполняется После этого запускаем программу терминал И как видим, нам отображает, что порты на модеме открытые После этого, для того, чтобы зафиксировать TTL Нам нужно здесь зафиксировать команду AT plus Z mode 1 Мы ставим команду И получаем ответ OK После этого перезапускаем модем После того, как перезапустили модем Заходим в папочку Fix TTL Ожидаем запуска модема И после того, как модем запустился Открываем скрипт Fix TTL И ожидаем, пока скрипт совершит всю свою работу Как видим, работа скрипта завершена Для продолжения нажимаем любую клавишу И таким образом TTL на модеме зафиксированы После того, как мы выполнили Fix TTL Нужно сбросить настройки кнопкой Reset И после этого модем уже полностью готов к работе В сети он будет определяться как телефон И смартфонные тарифы на данном модеме будут работать Все файлы данной прошивки взяты с форума 4.pda Если же вам нужен именно мой архив То есть именно вот эта папка с прошивкой То пишите на Viber, WhatsApp или Telegram Обязательно подпишитесь на канал Ставьте колокол, чтобы не пропустить новые видео Всем хочу пожелать хорошего настроения До свидания!